Всем привет! Сегодня я хочу вновь вернуться к старым добрым советским схемам, с которых начинают и начинали ранешние радиолюбители, да и теперешние. Очень часто делают вот такие вот схемы. Это мультивибратор, на котором можно собрать пищалку, мигалку, моргалку, ну и еще что-нибудь. Он очень прост, не требует особой такой наладки. А собирать мы его будем из прототипа Ардуино советских времен. Это конструктор электронные кубики, который содержит вот такие вот модули. Очень удобные для сборки, без всякой пайки, без всяких проводов. Можно собирать очень интересные схемы усилителей, радиопередатчиков, радиоприемников, сирен, сторожей, детекторов наполнительного уровня воды. Это тут тоже есть. В этих модулях содержится вот в данном случае это ферритовая антенна с уже намотанными катушечками. Подключаются они с помощью вот этих контактов. А вот в этих кубиках, а конструктор называется именно электронные кубики, содержится вот здесь вот конденсатор. Тут не очень вижу, но скорее всего резистор. Тут посмотрим. А это диоды. По обозначению видно, что там парочка высокочастотных диодов для детекторных приемников. Ну, сборка сборка. И опять-таки она очень полезна для мелкой моторики. Но мы разберем вот эту схему. Схема у себя достаточно простая. Состоит всего лишь из двух транзисторов и симметричных деталей. Симметричных электронных компонентов. Четыре из которых это резисторы и парочка конденсаторов. По сути дела, вот этот вот мультивибратор, это есть не что иное, как триггер, в котором есть связь в виде вот таких вот конденсаторов. Из-за этого триггер не имеет стабильного состояния, когда подано питание. А начинает переключаться самопроизвольно. Потому как даже в самом симметричном мультивибраторе не будет абсолютной симметрии, то в первую очередь при подаче питания какой-нибудь из этих транзисторов откроется и начнется генерация. Единственным побочным эффектом является вот этот вот модуль. Это модуль наушников, он содержит конденсатор, переменный резистор, ну и собственно говоря, две звукоизлучающие головки тонн по 1600 Ом. Каждая из них 1600 Ом. Ну, высокоомная достаточно. Ну, батареечка, это понятно. Итак, как работает? Это усилитель, один из каскадов, который имеет связь с другим усилителем. То есть, в нагрузке каждого из этих усилителей стоит следующий усилитель, и связь идет на базу. То есть, все вот так вот крестиком обозначено. И именно такую схему обычно рисуют умельцы и самодельцы. Вот, чтобы этот усилитель один-другой открывал, представьте себе ситуацию, что подан ток, вот этот вот транзистор открыт, соответственно, через него протекает ток, и в этой точке мы получаем некоторое смещение напряжения, которое через вот этот маленький конденсатор попадает на базу вот этого транзистора. Что происходит? Этот транзистор тут же открывается. За счет того, что здесь стоят вот эти сопротивления, смещение изменяется вот на этом транзисторе, и он закрывается. В момент открытия этого закрывается этот, и наоборот. Таким образом, получаются не синусоидальные, а прямоугольные импульсы, и именно для этого в основном и использовались вот такие вот мультивибраторы. В данном случае, в этой схеме, в электронных кубиках мультивибратор используется для того, чтобы генерировать звуковые сигналы. Схемка проста, я не буду утомлять вас, как я вот эти вот кубики вставлял туда-сюда, хотя это очень интересно и здорово. И давайте послушаем, что произойдет. То есть, я сейчас замыкаю вот этот ключ, который подает питание, вот этот размыкатель-замыкатель, и схема просто будет запитана, а мы послушаем, что произойдет при этом. Так как конструктор был сделан для использования головных телефонов, именно так называются вот эти вот наушнички. Вот их маркировочка, чтобы кому-то хорошо было видно. Тонн 2, 1600 Ом, и даже производитель Октава. На голове они, конечно же, звучат более громко, чем сейчас в кадре. Но я не стал портить всю изюминку и всю экзотику, переделывая эти наушники на более мощный усилитель. Я думаю, звучание вы и так услышали. То есть, в данном случае, вся эта схема у нас сгенерировала высокий тон и сработала. Ну, а на этом все. Я думаю, вам все было понятно. До следующих встреч. Если кому-то интересно разбор его подобных схем, обязательно напишите это в комментариях.